Любимый школьный предмет руководителя вольной дружины Яровит Виктора Воронкина, конечно, история. Сначала увлечение этой гуманитарной наукой привело молодого человека в реконструкцию, а чуть позже вдохновило на создание студии живой истории «Хронотоп». Многие считают, что история, гуманитарная наука – это скучно. Отнюдь. Мы знаем, что все зависит от того, как ее подать. Сейчас я смотрю YouTube-каналы, где физику ребята продвигают. Очень интересно. Я думаю, что с историей у нас также выстрелит. Как раз наша задача – это рассказывать об истории в духе идутейтмента, образования через развлечения. Это в обычных музеях экспонаты трогать запрещается. А в студии живой истории даже приветствуется. В музее живой истории «Хронотоп» решил примерить себя ламелляр. Это защитный элемент, скорее всего, конных воинов. Но, чувствую, меня бы они с собой не взяли, потому что тяжеловата защита. Это где-то примерно 7 килограмм. История становится ближе и понятнее, когда ты можешь к ней прикоснуться, считают создатели «Хронотопы». И обещают посетителям интересные занятия, квесты и мастер-классы. В мастерской мы будем делать какие-то прикладные вещи, заниматься, рассказывать ребятам о том, как создавались те или иные предметы. И они вместе с нами будут их делать своими руками. С возможностью все это, конечно, принести домой, пока порадовать родителей. Супруг Марины увлекся реконструкцией. Девушка решила последовать его примеру и научилась делать кожаную обувь по образцам той, что носили наши предки. Например, подобные туфли можно было увидеть на ножках московских модниц в 11 веке. Вместе с Уором, это восстановлен по дырочкам, которые остались от прокола, от расшивки. Как правило, в наших краях не очень хорошо сохраняется органика, и нитки доходят редко. Но следы именно проколов, по ним легко читается узор, и можно восстановить такие вот красивые вещи. Кстати, все желающие под чутким руководством Марины на открытии студии «Живой истории» могли своими руками сделать кожаный брелок. Этот мастер-класс пользовался большим успехом у мальчиков. Девочки же спешили сделать куклу из соломы. И это только начало. Дальше будет еще интереснее, говорят создатели хронотопа. А специалисты в области археологии подчеркивают, такие места крайне необходимы, потому что помогают глубже изучить историю. Наличие интернета, оно позволяет удовлетворять запросы на начальном этапе этого процесса. Но что касается более углубленного изучения, здесь, конечно же, существуют определенные прорехи. И вот как раз работа, которую проводят ребята из подобных общественных организаций, она как раз заполняет этот пробел. И восполняет потребность в информации, более углубленной. Двери студии «Живой истории Хронотоп» открыты для всех желающих. Здесь будут рады и организованным группам, и молодежи, и родителям с детьми. Путешествие в прошлое будет не только увлекательным, но и полезным. Ведь такого на школьных уроках истории никогда не будет. Представим на минуту, что в 16 веке существует телевидение. Тогда логотип нашей телекомпании выглядел бы вот так. Из глубины веков Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.